нужно ну поскольку он старый да и вряд ли новый тот чайник будет для этого использовать то он у вас возможно где-то проржавел если не проржавел тогда берете грунт ну часто очень используют протокс металлу или краску можно для радиаторов у меня вот есть краска такая хаммерит прямо по ржавчине это краска для металла не надо там заморачиваться ни с какими преобразователями ржавчины домом помрачения шкурить и так далее то есть если у вас что-то там отходит ну железной щеткой просто потереть и все эмулированные чайники матировать как-то там бесполезно они не матируются мать такая субстанция твердая и в общем руки стереть но они не получится у вас там никаких царапель нанести а вот жачу надо окрашивать очень хорошо и вот такой краской чайник вот это да покрыла я после того как просверлила дырку дырка сверлится обычным сверлом сначала тонким а потом уже пошире то есть по диаметр вашего провода дальше что нужно будет еще нужно будет вот такая вот полая внутри какая-то трубочка зачем она нужна потому что в эту трубочку через отверстие вы сначала просовываете провод сюда в эту трубочку выводите чтобы вам было видно тромочка тоже была просто железной и тоже краска я ее и красила она такая плотно очень ложится и глянцевые хороший прям как эмаль можно сказать дальше ну вот я с дачи приехала собиралась я вообще я из фанеры вырезал круг по диаметру чайни вот этой крышке потому что меня нет сейчас там у меня вырезал из пенокартона но просто чтобы показать вам как это делается отверстие сверлится такое чтобы вот с трудом туда заходила наша трубочка вот получается такая конструкция что дальше дальше ну нужен нам патрон и то есть у меня в качестве абажура ну я думаю что вы поделиться и поэтому сшить чехол на абажур вами составит никому труда но если уж вы не можете но попросите кого-нибудь у меня хорошо если у вас есть каркас от какого-то старого абажура который с которым можно просто снять ткань старую и обтянуть его новую тканью какой вам хочется но у меня такого как раз нет была вот такая старая корзинка вот почему бы мне из нее не сделать такую вот такая будет лампа но проблема в том показалось что но не может абажур лампа вернее упираться в абажур он уже как-то должен держаться ну как он на лапу если поставлю даже если энергосберегающий все равно она может испортить меня оставание как решается эта проблема нужно взять ну можно взять в принципе здесь и даже и пенопласт толстенький такой не пенопласт который шариками а по-моему называется пенополистирол такой вот шариками а как пен так и застывший да либо можно взять из толстой фанеры выпиливается вот такой квадрат квадрат выпиливаете и там уже лепим из того что было вот у меня четыре гвоздя я такой же краской покрасила белый и что получается одеваем вот этот квадрат сюда но и будете нам тоже закон давать свет дырка тоже такая же чтобы он у вас не проводился вниз если честно я выпиливала просверливал дырку не очень большое но чуть-чуть поменьше чем диаметр вот этот железной палки а потом просто вот молотком вбивала чтобы он жестко садился сюда теперь патрон у патрона вот есть резьба на палке у меня резьбы нет если может быть у вас есть такая палка с резьбой но вы вообще счастливец и счастливчик мне вот нет поэтому а что я сделала я немножечко по краю снаружи вот эту палку ну как бы ну сняла надфилем и рашпилем по металлу такой напильник вот и патрон одевается сюда прямо знаете туго-то конусная сняла вот так одевается зачем нужны гвозди берем гвоздь но если у вас там не корзинка а какой-то каркас от абажора который у вас уже был соответственно крепление вас там есть но корзинку вот как или да чтобы она не провалилась не висела на лампе просто гвоздиком получается вы на той высоте на какой вам хочется чтобы она была ну вот так пытаясь учета высоты лампы получается здесь этот гвоздь я втыкаю и держу меня в этом квадрате ведь отверстия и вот этот гвоздь я засовываю в отверстия и вот так со всех четырех сторон вот как раз получается но здесь будет ткань мне показать вам ну вот вот так сейчас может быть пока это не очень презентабельно но я думаю что вот в этом основная сложность состоит а не в том чтобы раскрасить чайник или сюда декупаж сделать какой-то так далее как сделать так чтобы ручка не падала кому-то может понравиться чтобы ручка вот так лежала тогда просто оставляем палку вас держится за счет того чтобы ну она кружочек вот этого приклеим будет и палка никуда не денется либо можно например как вариант если у вас абажур сам ну к примеру по мнению какой-то из мешковины то мешковину и там в клеточку допустим на таком кадре стиле то взять тоже обмотать вот эту палку то есть вот здесь обмотать ну и как бы привязать получается ручку к палке вот еще раз повторюсь вот так вот не должен торчать просто мне сейчас не хватает силы на то чтобы до конца его воткнуть за счет краски стал потолще должно быть вот эти вот вот и должна быть заподлицо с абажуром и теперь ну вот я думаю с этим все ясно скажу обязательно как правильно присоединить за может у меня стукнул током чтобы вас это не ждала участь если вы решитесь на такую лампу как правильно присоединить вот эту штучку внутреннюю не знаю как она называется и выключатель для того чтобы если вы меняете лампу не выдернув шнур из розетки а просто выключателем выключив чтобы вас не стукнули током вот эта штучка сама крепил когда у у нее здесь есть два винтика один винтик идет на язычок другой винтик соединяет повод вот такой вот ну к стенкам который да и если вы делаете выключатель клавишный немножко подсчет электрики вот такого плана до клавишный выключатель клавиши у вас должно прерываться вот тот который идет на язычок провод он не прерывает то есть получается синий провод например да у вас идет на язычок черный провод идет ну как я не знаю как вот эти вот штучки назвать вот эти но пусть будет боковушки а вот это вот язычок который прижимается лампой и когда вы заводите выключать вот в этот такой выключатель клавишный вы тот провод который вас на язычок вы его не режете то есть вот вы завели и он как бы вот дальше так и проходит а вот тот который на боковушке вы его разрезаете одну часть вставляете в один винтик вторую часть в другой винтик и дальше она все идет уже вилки вот такого плана чайники очень хорошо украшать не то не с помощью про обычного докупажа да а с помощью объемного и вот много есть способов объемного докупажа но мне очень нравится один который я вам хочу показать вы совершенно спокойно рисуете тут себе какие-то горошки да может быть там травки цветочки а то что вы хотите сделать объемным допустим петушка того же раскатывается паста затвердевающая сам затвердевающий не надо там какой-то духовку который делается чтобы ее ровно раскатать вот берете две одинаковые по толщине ну допустим линейки кладете вот она тут с этой страны потоньше а здесь потолще вот толстыми друг другу кладете сюда вашу затвердевайку сама затвердевайку файл но и снизу файл да чтоб снять легко было и скалки раскатывается вот прямо по ну вот так вот вот так здесь у толщина а скалка же ровной толщины и у вас получится весь ваш пласт одинаковой толщины и вот этот пласт на него вы кладете вырезанный рисунок и здесь есть одна тонкость если вы макетный нож возьмете и будете обрезать прямо то когда вы наклеите у вас будет толщина видна вот этой вот ну посты куда я девать вот эту глину и поэтому когда вы вырезаете может быть уже вы знаете да может кто-то знает а может быть кому-то это полезно будет держите макетный нож под углом вот но только не от рисунка а как бы к центру рисунка вот под углом держите вырезаете и тогда при наклеивании у вас ляжет все очень ровно мышка объемная вот она так сделано что паста туда а рисунок ну кстати верхняя картинка вот она как раз очень так находит не видно краев и не надо ничего там подкрашивать подрисовывать и так далее